В Оренбурге начался долгожданный театральный фестиваль «Гостиный двор». Десять театров из разных городов страны представят свои спектакли на суд компетентного и уважаемого жюри, председателем которого является народный артист России Александр Домогаров. В программе «Темид дня» я приветствую Александра Юрьевича. Александр Юрьевич, рад приветствовать вас в Оренбурге. У нас здесь были на кинофестивале дважды, сейчас театральный фестиваль. Десять городов представят свои постановки, и вы уже накануне сказали, что критиковать своих коллег не будете. Но тем не менее, вы же будете их смотреть, и наверняка оставится какое-то свое впечатление. Вот что для вас важно, чтобы было в спектакле? По принципу Станиславского «Верю-не верю» вы их как-то для себя оцениваете? Мы все оцениваем, нравится-не нравится. Мы все так оцениваем, любой человек, смотрящий какое-либо произведение, будь то картина, будь то фильм, будь то спектакль, заходит, как говорит молодая поросль, заходит или не заходит. Я говорю, нравится-не нравится. Но это вкус, это дело вкуса, нравится-не нравится. Здесь волею уже, наверное, лет оцениваешь работу. Я говорил много раз, может не быть твой театр в смысле понимания философии, эстетики театральной, но не твое, но то, что это сделано, сделано профессионально очень хорошо, что артисты работают очень профессионально. Я оцениваю вот это. Я смотрю вчера спектакль моих любимых артистов, коллег, с которыми ни один путь съеден и на театре, и в кино. И вижу, вот режиссура, вот артист, который подмял под себя, переработал и сделал это все настолько своим, специально называю фамилию, настолько сделал все своим, и так точно работает сам по себе, как будто бы сам по себе. Но я же понимаю, что это задача режиссера, что он вместе с ним искал, что они нашли. Это настолько органично и настолько кажется просто, и зритель за этим идет, потому что он, артист, живет. Но это же совместная работа режиссера, артиста, сценографа, художника по свету. Мы все вместе воспринимаем. А на самом деле это очень-очень кропотливо. И здесь нельзя поэтому говорить, я не могу судить, потому что я знаю всю технологию, я знаю все, как это на самом деле происходит. Поэтому что мне говорить? Ну, у кого-то удалось, у кого-то не удалось. Я же не могу это судить. Я не имею права это судить. У меня тоже что-то получается, что-то не получается. Какой правый артист может судить артистов? В общем, вы двойки ставить не будете. Я не могу ставить выкуп. Это есть команда критиков, которые со своих позиций, уже умудренные опять-таки годами, вот такая вот огромная насмотренность вообще спектаклей, и не только российских, поэтому они имеют право выносить свой вердикт, как критики, как аналитики. Александр Ильич, мы вчера видели, как вы тепло встречали своих коллег из театра «Вахтанга». Я их очень люблю. Да, но это было видно. И для провинциальных театров, которые приехали тоже на фестиваль, вот можно сказать, что выступление артистов в театре «Вахтанга» – это своего рода мастер-класс? Это планка. Я вчера написал у себя в телеграм-канале, что ребята задали, простите, ребята, артисты задали очень высокую планку. Сами того не хотят. Но это столица, это московский театр, звездный театр, это принятый всеми театр. Опять-таки, может, нравится, не нравится, я сейчас не об этом говорю. Но он на определенном статусе находится. Это статусность. То есть иногда мы слышим про театры, которые находятся в регионах, что про них говорят провинциальные театры, и иногда говорят про них так снисходительно, что они провинциальные театры. Действительно большая разница. Вот вы человек очень опытный, что… Я обожаю слово «провинцию». Я ненавижу слово «периферия». А провинция, оно такое теплое, очень красивое и очень интеллигентное слово. И ничего не вижу плохого в провинции. Я вижу плохое в периферии, когда говорят «периферийный театр». Вот это сразу такой негатив. И слышится, и видится. И я выражаю этим свое отношение. А провинциальные театры, наоборот, это не столичные, но провинциальные. И если вы знаете, то сколько ведущих артистов страны вышло из провинциальных театров. То есть это тоже своего рода кузницы кадров? Это кузницы. Не то, что кузницы кадров. Просто не у всех такие возможности, как в столицах и в крупных городах, чтобы ты о себе заявил. Особенно это было раньше. Сейчас это более возможно. Но тогда выцеплялись единицы из этих театров, провинциальных театров, которые на этих сценах заработали себе опыт, класс определенный. Поскольку в провинциальных театрах большее количество премьер надо выпускать, потому что провинциальный город, он подразумевает под собой несколько другую театральную схему и структуру, нежели в столичном театре. Это в столичном театре можно в носу вертеть пальцем, понимаете, и выпускать по 7-8 месяцев спектакль. И еще, говорит, что-то не хватило времени, не очень получилось, потому что мы художники. А здесь, чтобы народ ходил, надо постоянно обновлять. Поэтому артисты находятся несколько в другой системе работы. Они более накатаны, если они не занимаются дураковалянием. поэтому именно в провинции иногда может родиться звезда, которую надо увидеть. Вот другое дело, что почему вот эти фестивали важны? Потому что приезжает какое-то определенное количество людей, профессионалов, артистов. Все друг друга видят, все друг друга смотрят. Мне, мне, очень интересно. Я вот увижу, вчера, понятно, вы говорите, мастер-класс, я говорю, планочку подняли, артисты показали, ну вот примерно так вот, работаем так. Мне интересно, вот сейчас, сегодня спектакль, завтра спектакль, говорите, провинциальные театры, вот где они от этой планочки будут находиться? Чуть выше, чуть ниже, может быть выше, не знаю. Не знаю. Вот это мне интересно. Интересный момент мы обратили, что в списке спектаклей, которые представили на этот фестиваль, в основном русская и зарубежная классика. Только Саратовский театр привез современную пьесу. Вот на ваш взгляд, классика это получается такой беспроигрышный вариант для того, чтобы привести на показ? Или просто нету хорошей современной пьесы? Нет. Ну, про современную пьесу я сказал, вот когда мы встречались все вместе, не время. Мне кажется, сейчас вот страна находилась в таком каком-то очень ровном, очень спокойном таком состоянии до всех вот больших дел, которые начались в 22-м году. вот это ровное время не рождает ничего. То есть рождает, но сейчас произошел вот этот всплеск в обществе, всплеск в сознании. Вообще такое время и не очень хорошее, наверное, дай бог, не самое плохое, но оно такое, перемены, которые вот они вот на грани. Вот надо, сейчас родятся эти люди, то есть они родились, вот надо, чтобы это все осмыслилось, чтобы это пришло к какому-то, к какой-то системе кардиналов, и появится, появится обязательно новый герой, которого не надо нам сверху спускать, нам нужен герой такой-то. Он появится, он появится, тот герой, который появился после войны, потому что во время войны, я вчера говорил, ну не создавалось никаких больших произведений, единицы. Вот когда шла война, люди занимались другим, и не было момент, как только все закончилось, прошел какой-то маленький период осмысления, начались фильмы про войну, стали снимать о войне, но уже с точки зрения мира и осознания, появилась литература, через какое-то время с точки зрения осознания того, что было, писать факты, это, конечно, здорово и интересно, но не совсем это художественное произведение. А проходит время, люди начинают собирать в себе, осознавая, что произошло, и выдавать на гора уже какие-то признаки. Я думаю, что будет так. Что касается первого вопроса, вы еще спросили. По поводу классики. Классика. Классика, это как раз очень опасно. Потому что ставилось тысячи раз и в 2024 году поставить классический спектакль по классическому произведению, ну, это риск. Другое дело, что ты уверен в драматургии, но драматургия в тебе уверена. Вот вопрос. Они-то уже себя зарекомендовали сотни лет. А мы-то как? Мы соответствуем, мы сегодняшние соответствуем тому материалу, который мы берем. Я очень хочу посмотреть Арбузова, простите, Арбузова Таня. Очень хочу, потому что я безумно люблю этого драматурга. Я люблю эту пьесу. Мне очень интересно, что еще можно здесь и как ее можно повернуть. Насколько она сегодня в 2024 году с проблемами шестидесятников, семидесятников, насколько она сегодня будет интересна. Она глубокая. Вот что из нее можно, что вынули сегодня из нее. Я очень надеюсь, что вам понравится, потому что я сам очень хочу. Александр Юрьевич, вот такие театральные фестивали, вы уже начали говорить о том, что это знакомство друг с другом, может быть, обмен какой-то. Но нужна ли какая-то революция вообще в этих театральных фестивалях? Вообще, как они проводятся? Нужна ли они практически в каждом большом регионе? Я не правомочен на это отвечать. Я не знаю вообще фестивального процесса. И просто вот то, что сейчас на слуху мы все говорим о золотой маске, но она, мне кажется, она себя, это мое личное, я не претендую ни на какие. Вот золотая маска себя дискреди и цитицировала, потому что особенно в последнее время. Вот для меня лично человек, который лауреат золотой маски не за вклад, а за какой-то, для меня уже так думаю, кто это, кто это, кто это, что, что, за что, дайте посмотреть мне, что это такое, за что он получил золотую маску. Если раньше ты получал какую-то театральную премию и это было заслужено, то здесь, я не говорю, что не заслужено, наверное, заслужено, но по каким-то другим аспектам, которые мне лично неинтересны. А фестивальные движения, оно нужно, нужно, потому что фестивали, это мы показываем. Я понимаю, почему, опять-таки, региональные, провинциальные театры стремятся, потому что иногда сложно выехать, а сейчас тем более сложно. Если фестиваль тебя принимает, у тебя есть возможность показать то, что, чем ты гордишься, чем ты живешь на другой публике, на другого зрителя, завоевать другую публику, завоевать другую аудиторию, это очень важно. Это очень важно. У нас в последние 3-4 года, я вам, в Оренбурге есть такая тенденция, мне кажется, очень хорошая тенденция, что если ты хочешь попасть на спектакль, то это надо позаботиться о билете за месяц, за полтора, потому что ты можешь просто не купить на то, что ты хочешь, хорошего места, могут остаться где-то там на галерке и охота поближе смотреть. На ваш взгляд, это действительно течение времени, когда требуется людям погрузиться в искусство, поэтому стали идти больше в театры. Мы просто возвращаем. Мы возвращаемся к тому? Или это мода какая-то? Нет, мы просто начинаем излечивать проходит болезнь вот эта вот болезнь насыщения, потому что все, все, все уже по афишам, вот особенно в крупных, даже, как вы говорите, региональных, крупных, провинциальных городах, иногда афишу убивает. Все, вот кого не встретишь в Москве, все находятся в каких-то городах. это, 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 и спектакли, и концерты, и артисты, и артисты, и артисты, и артисты. То есть уже не то, что перекормлено население, в этом нет, ну, к нам приезжает там кто-то. Нет, это все доступно. А на театре такой вещи не должно быть. На театре вообще такая вещь достаточно эксклюзивная, мне кажется, это результат работы огромного количества. Как любое, наверное, дело в искусстве, но все равно театр, вот для меня он, вот он театр. Это труд людей, которые приносят идею, которые ее вынашивают, которые придумывают, как. Есть драматургическая основа, которую тоже не дураки писали. То есть все как-то вот оно на театре, оно аккумулируется и создается какой-то такой продукт, который выносит нас у зрителя. Не театр, который ежесекундный и никому не нужный, не интересный какие-то эксперименты, а именно я говорю вот о таком, о большом понимании театра. Александр Юрьевич, вот вы в своем телеграм-канале делитесь событиями своей творческой жизни с подписчиками и в конце мая вы написали, что покинули театр Моссовета, в котором прослужили 30 лет. Почти 30 лет. И вы описали, что вы теперь свободны, в свободное плавание, но судя по следующим постам, недолго вы были свободны и уже приступили к новой постановке в театре армии. я опять-таки как свободный художник не пришел в театр. И, наверное, в ближайшее время ни в какое не приду, потому что надо чуть-чуть отойти от того, что было в Моссовете. Это слишком серьезно и слишком больно и слишком неприятно. Поэтому не хочу связывать себя ни с какой организацией, вообще организацией быть подсчетом. Работать я иду к людям, которых я знаю. Опять-таки это другая... Мне было не то, что приятно, всегда приятно, когда к тебе обращаются даже скорее не как к артисту, а скорее к тебе обращаются как к старому другу «давай». И есть такое волшебное слово «надо». это не во главе угла стоит, но звонок и предложение звучат не «Здравствуйте, пожалуйста, проходите чай, кофе, у нас есть к вам предложение». Как вы... Нет, это несколько другое предложение. Поэтому здесь даже сомнений не было, чтобы соглашаться на Александра Александровича Лазарева и на спектакль «Роман». Смотрим. Ну, просто роль волос, да? Посмотрим. Посмотрим. Она не очень большая в той трактовке, которую предлагает Александр Александрович. Она небольшая. Она значимая, но она небольшая. Там основное, то, что уже я не раскрываю тайны, то, что рассказывает театр, это история Понтия Пилата и Ешуа и Понтия Пилата с Каяфой. То есть до казни, после казни. Для тех, кто поймет. Это вот для тех, кто захочет услышать и для тех, кто захочет подумать. Но поскольку это театр армии, поскольку это первая постановка Лазарева, это есть планы занять эту машинерию огромную. такого театра больше в Европе нет. Не знаю. Оренбуржцы в основном знают джекина работы и в том числе Воланда в основном они знают по Валентину Гафту, по Олегу Басилашвили. Вот вы сейчас уже знаете, какой будет ваш Воланда? Нет. Никогда не знаю. Никогда ничего не знаю. Сейчас даже это современное модное нейросеть не выдает Воланда, какой мне кажется. Нет. Есть шанс, что впоследствии театр армии устроит гастроли и допустим приедут какие-то ну я не очень хорошо знаю репертуар театра армии и возможно на выезд можно планировать и у них. Когда я служил там 11 лет на выезд что-то уходило, но в такие очень крупные сцены, потому что вы же понимаете там 90 метров от портала до портала этот пролет невозможный ни в одном театре он не встанет и два круга это ни в одном театре региональном такого нет а то, что на малой сцене наверное это возможно вывозить надо подумать какой репертуар и ориенбуржцев нужно ехать в Москву и смотреть постановку ну по крайней мере маскарад надо ехать в Москву и смотреть там да я хотела бы еще задать вопрос по поводу кино учитывая что я перед нашим встречей я провела опрос среди ориенбуржцев и стала спрашивать в каких фильмах вы какие кинработы Александра Домогарова вы помните вот такой топ прям перечислю Бандитский Петербург Маша Турецкая была на первом месте потом Бандитский Петербург Зорги Тайны Дворцовых Переворотов Марьяна Роща еще чуть меньше называли Королеву Марго Уикенд и Союз Спасения вот что вы скажете об этом списке все ли ваши роли любимые которые помнят оримбуржцы в этих фильмах еще раз говорил роли не могут быть нелюбимы как нелюбимые дети они мои все дороги они мои кто-то вырос из плохого ученика понимаете кто-то из хорошего кто-то как у нас в училище стюпид у нас так француженка наша как только либо моё солнышко либо стюпид идиот они все мои я не могу сказать что ну кто-то удался кто-то не удался какую вы для себя самую значимость считаете не могу вам сказать за остальные обидится у меня просто столько так опыт и советский и не советский если говорить там о не советском не российском я бы молод то что я столкнулся с Хоффманом и потом с Вайдой и со всем польским вот этим периодом длинным достаточно в моей жизни это конечно переворачивает мозги переворачивает мозги потому что это была ну голливудская практически такая история только не и я снимался в ЛА это не в Голливуде но и там я был мы работали и мы только не работали но там это была действительно такая американская система работы колоссальный опыт был с Хоффманом потом Вайда ну извините еще один оскароносец прям буквально там через год там был театр где я себя кинул в эксперимент в Краковском театре Богателло на год я уехал на Магдата это школа это все набивание шишек набивание шишек набивание любимых шишек но потом уже проходит время и говоришь на вот на это я уже пойти не могу я вот не поеду я уже знаю все это с чем это связано уже сейчас скажу нет, ребята нет, нет но мы уже можем ждать новое кино с вашим участием нет пока я говорил нет пока такого материала то что я читаю я не думаю что я слетел с кино нет то что предлагается но это мне не интересно я не хочу тратить ни ваше время зрительское ни свое время работая над этим потому что я не вижу что я могу туда привнести придет материал придет материал когда пришел Милорадович это тоже ну там вообще нет главных ролей в союзе спасения там так сказать все поскольку-поскольку-поскольку-поскольку но вот ни секунды не думал вот ни секунды то есть я вот мне сказали Милорадович союз спасения я говорю что есть сенатская площадь есть сенатская площадь я говорю все согласен потому что в этой роли есть там три для меня копающихся в книжках и в истории есть там три момента которые я там о Милорадовиче вычитал один из них был снят все больше меня не интересует значит зритель увидит самое яркое проявление этого персонажа вообще как героя как литературного как исторического персонажа о котором написаны книжки вот это одно из ярчайших его проявлений все я это попробовал сделать это сделано это заснято это на века все я умру об этом буду говорить замечательно но все равно мы ждем новое кино и еще одно такое мне кажется знаковое событие вы тоже поделились у себя в телеграм-канале открыли имя но и звезду в Ильяновске как вы думаете такая традиция должна сохраниться может быть в вашем славном городе Оренбурге я получил за вклад за что-то такое в кино да вот когда я получал в Оренбурге эту статуэтку я говорю спасибо большое но я еще хочу работать поэтому вот ну звезда прекрасная но я еще хочу работать я пошутил так но потом все все СМИ надо же при жизни закатали в гранит я говорю это конечно здорово с одной стороны но я еще я еще там не хочу лежать нет это для мамы с папой наверное Господи они для них это да для моего сына который сказал ну-ну начнем с Ульяновска я говорю вот вся вот оценка родных мне приятно мне приятно но приятно но как-то рано рано Александр Юрьевич спасибо что ответили на наши вопросы мы желаем я искренне вам желаю успехов в вашей насыщенной творческой жизни и приятного просмотра фестивальных постановок спасибо 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 кому Редактор субтитров А.Семкин